Что? 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 Не-не, как только этот монитор выйдет в массы, даст изменит. Этой щели больше не будет. Я бы сказал именно так, если бы это нельзя было повторить на мониторе 60 Гц. Давайте тестить. Прямо сейчас я поставил 60 Гц и мы запускаем CSGO. Первый есть. Второй. Я вам сейчас говорю без шуток. Они здесь дольше на экране, на 60 Гц. Легче, без шуток легче. На 240 они быстрее бегают, на 360 они еще быстрее. 60 Гц это что-то новое, может быть вернуться. Ну реально легче. Ладно, это все я показываю вам для того, чтобы вы понимали, как это все работает. Я тоже, когда посмотрел тот ролик Гитлайта, немножечко поверил, потому что эмоции были у Гитлайта прям настоящие. Но все-таки, чутка это не так. Но Asus, если вы бы хотели продавать свои мониторы, то ролик Гитлайта, мне кажется, это лучшее решение для вашей рекламной кампании. Обращайтесь. Что? Я вам говорю, даст изменят. Когда этот монитор войдет в массы, даст изменят, там не будет такой силы. Привет, я Шок. И сегодня у нас долгожданная посылочка монитора 360 Гц. Его анонсировал Asus 2 месяца назад, и я его максимально долго ждал. Не просто потому, что это монитор быстрый, игровой, а из-за того, что он первый в мире с такой большой герцовкой. Чтобы понимали бы, у меня сейчас 240. Это много. Но что сейчас будет на 360, я без понятия. Я либо разочаруюсь и пойму, что я потратил 70 тысяч рублей просто так, либо я его оставлю. Он мне только что приехал, и я уже готов вам много чего про него рассказать. Но чуть позже. Ну а сейчас давайте его распаковывать. Он сзади меня. На самом деле я не понимаю некоторого момента этого монитора. Во-первых, эти ножки. Ну зачем это вообще делать? Зачем они такие длинные? Почему нельзя позаимствовать эту идею у своего конкурента Зоби? Они... их вообще там нет. А что делать про игрокам, как Бунтику или Аункере? Когда они в миллиметре от монитора. Это же невозможно. У тебя мужика будет биться об стойке. Это не совсем интересная история. Ну и еще один момент. Это почему нельзя позаимствовать у тех же Зоби идею с тем, что к тебе монитор прям приезжает. Это же суперудобная тема. Но монитор сам по себе на самом деле красивый. Ну а задняя подсветка. Это конечно рофл. Я туда вообще ни разу жизни не посмотрю. Главное она там светится и мое электричество хавает. Ну и плюс посмотрите, как у меня обострялся коврик, пока я двигал этот монитор. Тяжелый? Тяжелый. Но какая вам разница? Он уже стоит у вас в виде. Не качаетесь, наверное, с ним. А сейчас я вам покажу то, что случилось с этим монитором на следующее утро, как только я его поставил. Вот так вот. Что это такое? Что это такое? Зато у меня есть звездное небо. А у тебя есть? Это смешно, конечно. На прокачивал ПК, конечно, а себе прокачать не могу. Чтобы вас бы не пугать, это пиксели, которые появляются почему-то на экране, а-ля он разогревается. Но такое не должно быть. Такое просто реально не должно быть. Это монитор, который стоит 70 тысяч рублей. У меня так было на Samsung'е изогнутом. За 17 тысяч я его простил, потому что за 17 тысяч 64 Гц это простительно. Но, когда ты покупаешь монитор за 70 тысяч, ну, ребят, ну, такое не должно быть вообще. И это не только у меня брак. Это было у GetLight'а и у Impala. Это у многих. Я попробую все это сказать, но, возможно, у всех. Вы только посмотрите на эту цифру. Это просто нечто. 360. Она выглядит здесь супер неуместно. Это какая-то неадекватная цифра. Сейчас у меня самый мажорский какой-то столик. 360 Гц, 240 и 120, почему-то не 144. Samsung с тобой что-то не так. Я запустил CSGO и сейчас будут первые эмоции. Я проверю, что сейчас включен 360. Да, у меня включен 360 Гц. Онлайн на CyberShock'е 5400. А что так много? А, сегодня пятница. Так, окей. Все, давайте я захожу куда-то. Давайте, не знаю, на ретейк тянуть человек. Так, все, у меня FPS 400. Окей, и сейчас я должен дернуться и понять, что это монитор, который стоит 70 тысяч рублей и он 360 Гц. Точно 360 Гц. Ну, смотрите, у меня FPS сейчас 350-300. Нет, какая-то плавность все-таки есть. Плавность чутка добавилась. То есть, да, да, есть изменения. Но они настолько минимальны. Господи, серьезно. Я просто... Зато я лучше вижу, как меня убивают, кстати. Эмоции у меня пока что. Будто процентов 10. Процентов 10 у меня все быстрее происходит. Но я ждал большего на самом-то деле. Так, смотрите, у нас FPS сейчас 500. Опять, у меня ничего не изменилось. Здесь разницы мало. Разницы реально мало. Три часа ночи. И я пересел на свой второй компьютер, который меня бесит. Он выключается, когда хочет. Может быть, сейчас вырубится. В общем, но почему я пересел? У меня на прошлом компьютере 1080 Ti. Это крутая видеокарта. Да, но уже чуть-чуть прошло времени достаточно. И она уже не вышка. Сейчас я сижу на 2080 Ti. И на очень хорошем процессоре. Сейчас я сравню, насколько же я почувствую разницу. Потому что, честно, я не верю в этот результат, который был у меня только что. У меня там реально процентов 10 разницы. Я сейчас запущу CSGO на этом ПК. И если, опять же, ничего не изменится, то у меня будет вопрос. Алло, ютуберы, вы как разница вообще видите? Ее же очень мало. FPS 900. FPS 900. Это в два раза больше моего прошлого компьютера. Да нет, ну тут нет этого эффекта. Опять же... Да не, я не знаю, ребят. Процентов 10. Процентов 10, серьезно. Мне грустно, потому что я ожидал эффекта, но его нет. Я сейчас поставлю 240 обратно и посмотрю, что будет по разнице. Я сейчас играю на 240. И могу сказать честно, разница есть. Да, все-таки плавности той самой, которая была на 360, ее нет. Я понимаю, когда, к примеру, делаю такие вот движения. Да, это правда. Но это настолько мало, это настолько мало, но она есть. Да, да, да. Когда ты поиграл на 360, есть ощущение того, что здесь что-то не так. У тебя что-то подлагивает. Хотя говорить такое, когда... Чтобы полностью зафиксировать свое мнение про этот монитор, я решил поиграть в матчмекинг. И это была моя самая большая ошибка в этом ролике. Ладно, на самом деле, не знаю, мне кажется, матчмекинг настолько в говне, что я не чувствовал разницу. Я как будто играл на 240, на самом деле. То есть никакого не было ощущения того, что у тебя 360. Наверное, это из-за матчмекинга. Когда я играю на ретекере, где с 28-ой текрет, разница есть. То есть вот если я сейчас зайду и посмотрю, я почувствую разницу на 100%. Да, да. Игра плавнее. Это ровно какое-то. Игра просто плавнее. Этот монитор появился только на этой неделе. Сначала он был в Украине, но вот только вчера его привезли в Российскую Федерацию. Некоторые контентмейкеры уже купили эти мониторы, поэтому я их спросил. Насколько он тебе зашел? И советуешь ли ты его покупать? Шок попросил мне рассказать вам про 360 Гц. И я на самом деле не особо понимаю, как можно это все уместить в 40 секунд. Но если вам интересно самое банальное, есть ли различие между 240 и 360, да. Не забывайте, что это все стоит дохера. Поэтому вопрос, надо ли вам вообще думать о покупке? Я думаю, что нет. Учитывая, что сам монитор от Asus, который как раз таки все и купили, то еще дерьмище. И вы это поймете, когда выпустят нормальные мониторы на 360 Гц. Всем привет. Я могу сказать, как владелец этого монитора, что он реально прикольный. Я дрочил очень сильно на герцовку и разницу я вижу. Я впервые сижу на IPS матрице и мне очень нравится. Но тут есть один небольшой минус. До этого у меня был монитор 240 Гц. И знаете, что 70 тысяч я, наверное, не переплачивал бы на 360 Гц. Это очень классно. Да, разница видна и все такое. Но знаете, это такая, наверное, пока что игрушка, которая, да, приятно, но за это платить 70 тысяч, а то уже 75, она дорожает с каждым днем, я бы не стал. Поэтому, если у вас есть 240 Гц, IPS матрица, там, G-Sync, все классно. Можете оставаться на этом. 360 Гц, я думаю, что пока что это реально только игрушка. Так вот, монитор у меня уже почти 2 недели. Стоит ли его покупать? Определенно стоит, если у вас есть лишние 70 тысяч рублей. Просто сразу скажу, пацаны, что если у вас нет лишних денег, да, и вы играете на 60 Гц, не надо рвать жопу, копить, да, и расстраиваться из-за того, что у вас не будет максимальной Гцовки. 144 Гц, это тоже классно. Намного лучше, чем 60. Поэтому, примерно так. Мони классно стоит своих денег. Я пользуюсь этим монитором уже 24 часа и у меня есть что сказать. Давайте начнем с того, что без записи и стриминга он намного лучше. Все-таки железо, когда мало нагрузки, он отрабатывает очень хорошо. Так что мои 10%, которые добавлялись от 240, они превратились в 15%. Стало еще плавнее. Если говорить про другое, о том, нужно ли он такой сейчас или нет, это спорный момент. Потому что он вышел на рынок только вчера. И вы понимаете, что сейчас будет твориться на рынке. Это будет очень интересная история. Потому что ни Зови, ни... А кто еще по мониторам? Не, на самом деле я жду только Зови, потому что... А кто еще по мониторам? Asus и Зови, это только единственные большие игроки в этом сегменте. Я бы посоветовал бы подождать и посмотреть вообще за рынком, что сделает Зови со своим откликом 0.5. Мне очень интересно посмотреть. Потому что мы сейчас все играем на отклике 1 миллисекунда. И в 2 раза лучше, что будет твориться. Я без понятия. Поэтому остается только ждать. Сразу отвечу на вопросы. Есть ли у меня 60 Гц, обновляется на ТТ-360? Понятное дело, да. Если у тебя 144, да. Но если у тебя 240, тут уже спорный момент. Я бы не стал бы спешить. Я бы остался на 240. Если я не был бы блогером, я бы его не покупал. А если у вас ниже 240, то смело можете засматриваться, рассматривать эту покупку. Если же бюджета хватает. Если он ограничен, то пожалуйста, возьмите 240. Зови, он стоит 35. Ну и понятное дело, если у вас 144 Гц, то вам очень сильно будет нравиться картинка на 360. Она реально станет плавнее в 2 раза. Я бы даже посмотрел на эмоции человека, который впервые на 360 сидит. Ну и с тобой был я, Шок. Не забудь подписаться на этот канал, если ты тут впервые. Нас совсем уже скоро 4 миллиона. И спокойной тебе ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok